В больнице из пробок сделали такую картину. А вот еще две такие картины, тоже из пробок. Молодцы, девчонки, конечно. Красиво выдумали. Мы тут зашли к маме на работу, заказали пиццу. Стасик-салатик с курочкой запеченной. Мама работает в пиццерии Чилинтанов. А мы взяли? Что мы тебе взяли? Это что такое? Лимонный сок. Лимонный сок? Не сильно кислый? Нет? Анечка у нас тут во трубоне. Мы только что сходили, скупились обувью детской. Вышло нам это все на 50 евро. Мы взяли три пары обуви Кириллу и три пары обуви Ани. В целом получилось где-то по 10 евро за пару. Аньке взяли кожаные ортопедики, Кирюхе кроссовки, босоножки. Для сандалий, да? Мужские это сандалии. Теперь сейчас отдохнем и дальше. Бегом, бегом, бегом. Отпуск как-то очень быстро заканчивается. Да? А еще столько всего надо сделать. Нравится тебе, Анюк? Пойдем, пойдем. Что ты затихла? Так песни пела хорошо. У нас только что была нереальная поездка в такси. Стас сел сзади, потому что, если вы обратили внимание, вместо чехла у водителя был ковер. Я очень неравнодушно отношусь к ковру, вернее к пыли, которая находится в коврах, поэтому он сел сзади. Но это была судьба. Но он еще и колючий к тому же. Потому что, во-первых, он колючий, а во-вторых, дверь сзади в машине постоянно открывалась, и Стас держал ее рукой. Это просто нереально. Потом какой-то чел решил перебегать дорогу в неположенном месте, и мы экстренно тормозили, и Аня, естественно, детские кресла в наших такси не предусмотрены, поэтому она слетела... Она сломилась. Да, она слетела с сиденья вниз под водительское сиденье. И в конце концов мы чуть не въехали в жопу к какому-то другой машине, которая решила, что ей экстренно надо переехать нам дорогу, вот-вот, экстренно. И остановилась посреди перекрестка. Это какой-то просто нонсенс. Слава богу, мы доехали. Просто слава богу, мы доехали. Вот так вот экстрим по-херсонски. Мороженое по-домашнему. За слоем ягод не видно мороженого. Витамины в полной красе. Так, покажу обувь, которую мы купили. Эту обувь я покупала в Германии. Ани, и вот она сейчас на Аню уже маленькая. Это размер 19-й. Ну, подстилка, наверное, может быть кожаная. А так обувь не кожаная. Просто материал. И я за них заплатила, насколько я помню, 25 евро. Вот. А теперь для сравнения покажу, что я купила на 50 евро. И здесь еще одной обуви не хватает, потому что оказалось на Аню маленькая. Даже две обуви. Сейчас одну я донесу. Одни я решила поменять на больший размер. И вот мама пошла поменяла. Она потом привезет ее. Так. Так, что мы купили Кириллу? Кириллу мы купили вот такие кроссовки на вырост. Потому что прошлые кроссовки, которые мы Кириллу покупали, они стоили порядка 30 евро. А это вот такие на липучке. Здесь резиночка. А Кирилл убивает кроссовки в садике просто нереально быстро. Поэтому мы их взяли здесь. Стоили они 400 гривен. Это порядка 13 евро. Дальше мы взяли вот такие топульки ему полностью открытые, чтобы было не жарко. А вот эта вот фирма Tom M, она мне очень нравится. И я очень часто брала эту фирму детям. Они вынашиваются, мягкие. Но никогда мы не прогадали, когда мы брали эту фирму. Вот эти нам отдали за 200 гривен. 200 гривен это... Ну, в общем, и вот эти тоже 200 гривен стоили. Это дышащие такие кроссовочки. Мы взяли на спорт. Детей водят в спортзал. И плюс мы ходим на спорт раз в неделю. И там нужна вот такая закрытая обувь. Вот мы взяли. Это тоже 200 гривен. Итого вот на Кирилла 800 гривен. Это 23 где-то евро. 23 евро за 3 пары обуви. Это шикарная цена. Ну, для Германии. Так, Ане мы взяли вот такие тапульки. Бабушкина радость. Наши. Они на утеплении. Будут ей как раз на осень. И вот такие тапочки тоже. Они по 50 гривен. Вместе это 100 гривен. Или 3,50 евро. Вот это 3,50 за 2 пары. Также мы взяли вот такие туфельки. Ать! Вот они какие. Они полностью кожаные. Это вот фирма. Здесь вот они дышащие. По ножке. Супинатор. Эти стоили 350. Это 11 евро. И дай мне, пожалуйста, туфельки, которые ты только что забрала. Нет, не эти. Вот те, которые на полу. На полу. На пол ты их скинула, Ань. Ну, вот же. Вот такие. Эти стоили 300. То есть 10 евро. Тоже вот полностью кожа. Как раз ортопеды. С супинатором. Это получается 10 евро. И еще одни такие же. Тоже за 10. Получается, да. Тоже за 10 евро. Это... Господи. Которые вот мама сейчас поменяет. Я их потом могу показать. Они тоже такие же, только больше открытые. Здесь вот такой носочек открыт. Ну, они такие более нарядные. Пятна. Пяточка. Пяточка такая. Тоже ортопед. В общем, обувь, конечно, здесь стоит дешевле. Поэтому я повезу эту обувь с собой. За такую цену, я думаю, я в Германии не куплю. Если я ошибаюсь и кто-то знает, то, пожалуйста, напишите. Дайте ссылки. Мне будет гораздо проще купить это в Германии, чем везти с собой. Ну, если нет, тогда советую покупать обувь на Батькевщине. Так. Вот такие вот дела. Да? Будем сейчас это паковать. Да. Будем паковать в чемодан. А я это смотри, как делать. Эх, мы приехали только что от стоматолога. И это такая неприятная процедура чистка зубного камня. Но нужная. Потому что я стала замечать, что десна кровят. И мы решили сделать ее здесь. Потому что я не знаю, в Германии вообще это покрывает страховка или нет. Надо, кстати, выяснить обязательно. Стоит процедура 740 гривен. Это порядка 25 евро. 25 евро, да. Стас на завтра записался оставить пломбу. Будет пломба стоить... Ну, вот эта вот, которая светом сушится. И типа под цвет зуба. Пломба будет стоить 500 гривен. Это... Ну, и плюс укол 120. Ну, в целом где-то 20-21 евро. Поэтому, да. Зубы здесь делать, наверное, дешевле. Ну, не наверное, а 100% точно. Но это не умаляет того, что это очень неприятная процедура. Теперь у меня болят все тесна. И вот только что мы ужинали. И после ужина вот надо жевать. И десна опять начали болеть еще больше. Так что это будет пару дней. Ну, я надеюсь, что завтра уже будет гораздо лучше. Но... Самых важных врачей мы посетили. Всевозможные УЗИ поделали. Зубы полечили. Я вот подумаю над тем, чтобы пойти все-таки поставить пломбу. Потому что у меня там тоже есть зуб, который подвержен кариесу. Но он как бы не критичный. Ну, типа, хочешь ставь, хочешь не ставь. Я вот думаю, как бы себя уговорить все-таки поставить эту пломбу. Но стоматологи это... А кто это у нас лупу взял? Какая у нас девочка! Фиксик! Настоящий фиксик? А почему фиксик? В Ферсоне стоит нереальная жара. Утром просыпаемся. Уже мокрые, грязные, липкие. Сразу в душ. А сегодня был попандос такой. Мы утром встали. Дети в душ. Быстренько детей покупали. Потом Стас пошел в душ. Я пока готовила. И в итоге Настасе выключили воду. Муж домывался уже холодной водой. И все. У нас не было... Аж часа в два включили, наверное, воду. Да, поэтому мы по делам поехали. Я в душе не была. И в итоге приехала. Мне казалось, что на мне тонна, просто тонна такие грязи, пыли. Муж у меня любит, когда жарко. Но сказал, что все-таки в Германии он лучше переносит жару, чем здесь. Ну, мы так предположили. Может быть, это из-за того, что там не так пыль.